40 миллиардов долларов Россия потеряла из-за введения эмбарга на нефть. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Владислав Ласюк в эфире марафона «Еды не новыны». Из-за ограничений на российскую нефть и нефтепродукты, а также из-за введения ограниченной цены на российские энергоресурсы, Федерация недополучила значительную часть доходов. Каких еще ограничений ждать Россия, расскажут далее наши корреспонденты. В Европейской комиссии раскрыли подробности нового пакета санкций против России. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляй, новые ограничения коснутся предприятий, которые игнорируют санкционный режим и продолжают экспортировать запрещенные товары в Федерацию. В 11-м пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза во вход через третьи страны. Урсула фон дер Ляй, председатель Еврокомиссии, в интервью немецкой телекомпании «ЗДФ». Импорт в Россию полупроводников и интегральных схем из Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и еще ряда стран резко возрос после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом ранее заявили в Евросоюзе, поэтому в 11-м пакете санкций впервые появится механизм влияния на третьи страны. Решение ЕС ввести санкции против более чем 90 нероссийских компаний, которые помогли России обходить санкции, можно только приветствовать. Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины, в Телеграм. Попасть под санкции рискуют и китайские компании. Важно понимать, Брюссель не планирует вводить ограничения против официального Пекина. Под санкции могут попасть именно зарегистрированные в Китае предприятия. Часть этих фирм существует только на бумаге, а их владельцы – иностранцы, в том числе и россияне. Расширение списка подсанкционных компаний, подсанкционных товаров – это всегда усиление эффекта санкций. Почему? Потому что подобных товаров, а именно товаров для нового назначения, их не так много. Производителей этих товаров тоже не так много умеют. Соответственно, выбивание того или иного производителя той или иной товарной категории является усилением санкций. И что очень важно, это сигнал для других компаний в других юрисдикциях о том, что даже если государство не является членом санкционной коалиции, вы все равно за сотрудничество с Российской Федерацией будете подвержены санкциям. Когда именно примут 11-й пакет санкций, пока неизвестно. Вероятно, на следующей встрече послов стран-член в ЕС. Вместе с тем, новые ограничения согласовали страны Большой Семерки. Они договорились лишить Россию любых технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают военную машину страны-агрессора. Незадолго до саммита Большой Семерки в Хиросиме о новом пакете штрафных мер против России объявили и США. В Вашингтон, среди прочего, планируют отсечь от американского экспорта почти 70 предприятий и организаций из России и других стран, которые не отказались от сотрудничества с Москвой.